Привет, друзья! Страх убивает людей. Страх – это застывшая смерть. Страх убивает людей. Получается, что мы, люди, сами себя убиваем. Потому что страх – это постоянное возникающее состояние, когда мы сталкиваемся с болью, с неизвестностью, с неопределённостью. Вот столкновение лобовое, как до автомобиля, авария. Страх убивает людей. Значит, мы сами себя убиваем. Потому что когда страх – это же стресс, это транс, это фиксация внимания на возможном негативном исходе ситуации. Это получается, что мы себя накручиваем. Мы себя накручиваем, поэтому сказано, сон разума рождает чудовище. Это правильно. Я с этим согласен. Я как врач говорю, и как психотерапевт говорю, и как философ говорю, и как психолог говорю. Это правильно. Сон разума рождает чудовище. Страх – это ужасно. Есть состояние страха как состояние, как физическое состояние, как ощущение. Когда всё валится на тебя, и ты не знаешь, что делать. А есть такой философский страх, теоретический. Такой бытовой бывает страх. Чашка упала, и ты не знаешь, вот, насколько, и как теперь быстро собрать, сейчас гость придёт. Вот тоже страх. Страх бывает разный. Ну, в принципе, это перенапряжение. А когда вы на высоте, на пике напряжения, фиксируете внимание на возможном негативном исходе ситуации, иными словами, когда на пике напряжения у вас образ будущего негативный, и вся энергия ваша, сколько у вас есть энергии, перекачивается туда, как в айкидо. А если вы на пике напряжения помечтаете о том, что день будет хороший, вся энергия перекачивается туда. Там, где внимание, там наше сознание. Поэтому мы в школе нашей «Человек будущего» обучаемся через разгрузку, через обнуление, через выход на состояние, когда тебе всё пофигу, то есть разъединение двух половин мозга функционально. Перемонтировать отношение к страху, к стрессу. Сформировать новый навык через этот ноль. Потому что через нулевое состояние все навыки формируются быстро. Потому что там, в нуле, нет конкурирующих сигналов. В этом всё дело. Если вы хотите быстро формировать любые навыки, то подключайте методику «Ключ» и навыки любой программы обучения, тренировки, оздоровления становятся легко доступны и навыки быстрее формируются, вырабатываются. Потому что там используется раскрепощение, снятие зажимов, обнуление, перезагрузка получается. Это всё в естестве своём. Очень естественно и просто. Очень легко и гармонично. Это по законам природы. Поэтому легко получается. Просто невежество наше. Мне самому пришло 40 с лишним лет до этого додумываться. Что людей губит страх. И это означает, что сами люди убивают себя. Люди, да. Сами себя убивают. Вот именно. А теперь почему я улыбаюсь? Потому что есть метод «Ключ». Я, например, постоянно, как только там чашка разбилась, говорю, как в народе говорят, на счастье. Народ же придумал всё. А я сделал технологию из этого. Как только у меня страх какой-то, неопределённости, ну что-то там, ну, ребёнок вовремя не позвонил или ещё что-то такое. Ну, мало ли какие у нас поводы для накручивания. Так в этот момент это напряжение. Я тоже вспоминаю, какие у меня есть задачи решить. Например, картину какую надо дорисовать. Энергия переходит туда, и вот это айкидо. Перезагрузка получается. Вот вебинар, который будет у нас 11 числа. 21 час. Задавайте там вопросы в зуме. Задавайте вопросы. Чем больше вопросов, тем больше ответов. Я вам всем покажу, как использовать энергию напряжения, тревожности, страха. Как её перекачивать на улучшение качества жизни, на созидание. Потому что главный выбор человека – быть человеком. Выживать, оставаясь человеком, а не топча себя или друг друга. Потому что человек по природе творец. До встречи, друзья!